С 1 марта схема движения троллейбуса номер 5 изменилась. Маршрут продлен. Теперь он едет от улицы Ленинградской до микрорайона Стрижи. Посмотрим, чем оснащен троллейбус и сколько по времени займет наша поездка до конечной остановки. Засекаем время, мы зашли в 14.13 и отправляемся. В салоне работает современная система оплаты без кондуктора с помощью терминала. Мы подносим карту и автоматически списываются средства. В центральной части салона есть зона для людей с ограниченными возможностями. Такой подлокотник, спинка кресла и специальные ремни, чтобы фиксировать коляску. Также троллейбус оснащен камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования, удобные кресла мягкие со спинками и место для багажа. Мы едем в час пик, поэтому движемся очень медленно. Сейчас стоим в пробке на кубовой. Как говорит водитель, именно из-за этого увеличился маршрут на целых полчаса. Если пока вы стоите в пробке, у вас разрядился телефон, то не беда. По всему салону есть вот такие USB розетки. Можете смело подключать и заряжать свое мобильное устройство. Я вообще люблю троллейбусы. Они более экологичные, как бы, и я считаю, что на них гораздо комфортнее, экологичнее ездить, чем на автобусах. Ну, по крайней мере, я и мои дети, мы предпочитаем троллейбусы и трамвая. Вместимость хорошая, все естественное, чтобы ходил почаще, было движение почаще. Ну, а так, в основном, конечно, хорошо. Здесь всегда нехватка транспорта, и, в принципе, массив-то застается. Так что для людей это очень даже хорошо. Усовершенствованный троллейбус с увеличенным автономным ходом. Он может проехать 20 километров без подключения к контактной сети. Без сети намного легче ехать. Никаких трудностей там. Штанги достаточно легкие. Их вручную. Мало что там нужно делать. Все управляется кнопками. Опускание, поднимание штанг. На сети установлены специальные домики, где троллейбус подъезжает, водитель в камеру, видит, что находится под домиком. Штанги поднялись, в режим троллейбуса перевелся, поехал. Троллейбус во время езды заряжается. То есть до Ленинградской и обратно троллейбус на 100% заряжен. На Байкаль в аэропорту в городском опускают опять штанги и поехали. Уже на автономном ходу до Кубовой. Итого, время на часах 14.43. Я добралась до пункта назначения за 30 минут.